всем привет в эфире континент меня зовут игорь цесарский и сегодня воскресенье 16 июля я расскажу о некоторых событиях минувшей недели которые по тем или иным причинам не попали в наши предыдущие обзоры начну с дональда трампа с кого же еще ходе продолжительной речи на конференции республиканцев west palm beach штат флорида трамп заявил что десантису бессмысленно оставаться в гонке за президентскую номинацию от республиканской партии согласно опросам общественного мнения трамп лидирует в этой борьбе с большим отрывом трамп заявил что десантису порно пора вернуться сюда во флориду и выполнять ту работу для которой он был избран быть губернатором флориды он должен вернуться домой и заняться делами 45 обвинил десантиса в пренебрежении своими обязанностями губернатора флориды после вступления в борьбу за белый дом указав на недавний отток из штата страховых компаний и самые высокие цены на страхование в стране высказывание трампа прозвучали через день после того как компания страховая компания 3p la объявила о том что не будет возобновлять страхование жилья и автомобилей для некоторых своих страхователей во флориде присоединившись к другой компании farmers insurance наши зрители в сша знакомы конечно с этими страховыми гигантами по словам трампа десантис и его подручные тратят драгоценные ресурсы на раскол республиканской партии как раз тогда когда надо объединиться против беспрецедентного использования мошенникам джо байденом правоохранительных органов политической борьбе никогда не забывайте наши враги хотят остановить нас потому что мы единственные кто может остановить их они хотят отнять мою свободу потому что я никогда не позволю им отнять вашу свободу добавил трамп они хотят заставить меня замолчать потому что я никогда не позволю им заставить замолчать вас в конце концов им нужен Не я, а вы, а я просто стою у них на пути. Ну, риторика 45-го понятна, но на данном этапе предположить, что Десантис прислушается к его словам и перекратит борьбу за номинацию, было бы чересчур наивно. Во вторник, 18 июля, ожидается, что Рон Десантис появится на канале CNN в программе популярного ведущего Джейка Таппера. Вы помните, чьи интересы представляет данный канал. Но, тем не менее, объявляя об интервью, CNN сообщила, что Таппер побеседует с губернатором после предвыборного мероприятия Рона в Южной Каролине. Согласно отчету, за второй квартал Десантис собрал на свою компанию 20 миллионов долларов, что меньше, чем 35 миллионов, 15 миллионов долларов, собранных Дональдом Трампом, лидирующим предвыборной гонки. По данным сайта политических опросов, 538, Трамп лидирует на республиканских праймерис, у него 49,7%, а Десантис занимает второе место с 21%. Что привлекло внимание прессы и политобозревателей, так это то, что компания Десантиса уволила по меньшей мере дюжину своих сотрудников. И ожидается, что уволенных будет еще больше, поскольку во втором квартале компании стоило губернатору, как пишет пресса, около 8 миллионов долларов из тех 20 собранных средств. В сообщении говорится, что компания наняла персонал слишком рано, и в него входили сотрудники среднего и высшего звена, называются определенные имена, Дэвид Абрамс, Такер, Обенштейн и другие. И вот, согласно сообщению NBC, Десантис уже не первый раз перетряхивает свой предвыборный штат. По словам источника этого телеканала, у него есть склонность к смене персонала, что случалось ранее в ходе его губернаторской кампании в 2018 году, а также во время его кампании по выборам в Конгресс. Следующая новость по-своему порадует любителей собак и, возможно, огорчит потребителей наркотиков, а именно фентанила. Мексиканские полицейские обнаружили таблетки фентанила, направлявшиеся в США в протеиновом порошке. По информации Национальной гвардии Мексики, в среду 13 июля власти города Кулиакан, это в штат Синалоа, изъяли 200 тысяч таблеток фентанила, замаскированных от бутылки с протеиновым порошком. Менее чем за неделю власти обнаружили около миллиона таблеток фентанила, которые перевозились в аналогичных упаковках с протеиновым порошком. Эти грузы собирались переправить в США. Конфискация произошла в транспортной кампании, где сотрудники Национальной гвардии использовали полицейскую собаку для обнюхивания упаковок. Собака указала на две коробки с протеиновым порошком, которые были досмотрены. В ходе проверки выяснилось, что в коробках находятся бутылки с маркировкой «растительный протеиновый порошок». Безобидный. На самом деле в бутылках находились таблетки фентанила. Всего было изъято 200 тысяч таблеток, общим весом около 45 фунтов или 20,5 килограммов. Посылка была адресована в дом в приграничном мексиканском городе Тихуана. Это штат Нижняя Калифорния, мексиканский штат. Изъятие произошло всего через несколько дней после того, как 8 июля власти произвели аналогичную конфискацию. И в тот раз власти Калиакана изъяли 600 тысяч таблеток фентанила, замаскированных опять же под протеиновый порошок. Но это было уже в другой транспортной компании. Тогда полицейская собака указала на 6 коробок, в которых находились бутылки с протеиновым порошком. Коробки были заполнены голубыми таблетками фентанила. И согласно информации, полученной от Национальной гвардии Мексики, этот груз также направлялся в Тихуану. Продолжающееся изъятие фентанила происходит в то время, когда президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор делает неоднократное заявление, что его страна не производит и не потребляет фентанил. Оставляя без внимания заявление Обрадора, Министерство юстиции США предъявило уголовное обвинение членам картеля Синалоа, утверждая, что они производят фентанил в подпольных лабораториях Мексики с использованием химических веществ-прекурсоров из Китая. Ну, если вы читаете нашу интернет-газету «Континент», на рассылке которой мы рекомендуем подписаться, то наверняка обратили внимание на историю с бывшим центровым хоккейной командой «Аризона Койоти» с Алексом Гальчуняком, который угрожал полицейским Скоттсдейла, аризонского города, и членам их семей, когда был остановлен и арестован на прошлой неделе, говорится в полицейских отчетах. Ну, еще раз могу только сказать, что Скоттсдейл – это очень богатый район города Феникса, мегаполиса Феникса. Итак, официальные полицейские отчеты об инциденте 9 июля, опубликованные только в пятницу 2014-го газетами «Аризона Репаблик» и «Аризона Спортс», «Обвиняю 29-летнего игрока в угрозах и запугиваниях. При задержании игрок сказал полицейскому, «Вы же понимаете, что я порежу вас всех, тебя, твою жену и дочь, один телефонный звонок, и ты мертв, вся твоя семья мертва, и все твои родственники мертвецы». По словам полицейских, Гальченюк также заявил, что у него есть связи в Москве, и что он вырежет почки жене и дочери одного из арестовывших его офицеров. Кроме того, он якобы использовал расовые оскорбления в адрес одного из офицеров. Койоты, подписавшие контракт с Гальченюком в качестве свободного агента, всего две недели назад, в пятницу его расторгли. Мы осведомлены об инциденте с Алексом Гальченюком и решительно осуждаем такое поведение, говорится, в заявлении команды. Как только клуб узнал об этих обвинениях, мы немедленно начали процесс расторжения его контракта по соответствующим каналам с Национальной хоккейной лигой из-за существенного нарушения условий договора. Согласно отчету департамента полиции Скотсдейла, хоккеист был обвинен в наезде на частную собственность, нарушении общественного порядка, неподчинении, сопротивлении аресту, угрозах и запугиванию. По словам офицеров полиции, два человека врезались на БМВ в дорожный знак и бордюр. Далее их заметили лежащими на земле на парковке, а затем они снова сели в машину и продолжили двигаться к северу по Скотсдейл-Роуду, пока их не остановили. Когда Гальченюк вышел из машины, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, он, согласно полицейскому отчету, сделал те самые угрожающие заявления. Хоккеист был отправлен в городскую тюрьму в воскресенье вечером, а был освобожден, вернее, в воскресенье вечером его отправили в тюрьму. В понедельник его под подписку о невыезде освободили. Ну, а далее его ждет суд. Скорее всего, его карьера в НХЛ бесславно окончена. Ну, и плюс ждет этого интересного игрока. Интересного, прежде всего, тем, как он себя ведет вне площадки. Какое-никакое наказание. Ну, благо, хоть кроме частичного повреждения машины и дорожного знака, все и все целы и невредимы. Поэтому, наверное, и наказание будет, возможно, не столь существенным. И последнее на закуску от сатирического сайта Babylon Bee вавилонской пчелки нашему континенту. Итак, журналисты-пчелки написали о 80-летнем обитателе Белого дома. Ну, вы догадались, о ком. О президенте Джозефе Байдене. А именно, о его очередной выходке. И вспомнили в связи с этим о непризнанной внучке. Я тоже упоминал о ней на прошлой неделе. Так вот, наблюдая за тем, как ее дедушка буквально грызет ребенка в прямом эфире, 4-летняя Неви Робертс, как сообщается, испытала облегчение от того, что дедушка ее, президент Байден, отрекся от нее. Я не знала, что дедушка ест младенцев, сказала Неви. Я подумала, что было бы здорово встретиться с ним и посетить Белый дом. Но, думаю, лучше я останусь здесь, с мамой. По словам источников, Неви иногда любит смотреть новости, чтобы увидеть дедушку, которого она никогда не видела. Мне было так грустно, когда я увидела, что на Рождество дедушка повесил чулок, который вешется для сбора подарков, для своей собаки. Ну, не для меня, говорит Неви. Потом я увидела, как он лижет маленькую девочку, словно она была рожком клубничного мороженого. Она выглядела такой испуганной, и я больше не грущу. Журналисты сообщают, что девочки, которую пожевал, погрыз, полизал, покусал господин Байден, сделали прививку от столбника. И сейчас она проходит серию прививок от бешенства. Мы принимаем обычные меры предосторожности по отношению к любой жертве укуса, сказала врач-педиатр доктор Эми Рейнольдс. Президент Байден также будет находиться на карантине в течение двух недель, пока мы будем проводить тесты на бешенство. Интересно, что его сотрудники сказали, что это было уже занесено в его расписание. «Мы считаем, что девочка полностью поправится, хотя психологически у нее, возможно, всегда будут проблемы с доверием к мужчинам», продолжила Эми Рейнольдс. В связи с событиями «Белый дом» сообщил, что человек ответственный за то, чтобы президент не ел младенцев, «Уволен». Ох уж этот дедушка, мюхач, поедатель. А ведь помнится, что его предшественника корили в том, что каждый уикенд он зажаривает на гриле гватемальского, а может, венесуэльского или мексиканского ребенка с приграничной Тихуаны, о которой, кстати, шла речь выше. Ну, на этой оптимистической ноте я заканчиваю свой воскресный обзор. С вами был Игорь Цесарский. Подписывайтесь на наш канал, если вы смотрите нас, комментируйте, делайте перепосты. Любая ваша помощь очень важна и будет принята с благодарностью. До новых волнующих встреч, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!